Здравствуйте, мои дорогие! Сочинцы! Спокойной ночи, малыши, смотрит уже третье поколение зрителей. Несмотря на массу новых телегероев, взбаломошный поросенок Хрюша, ласковый зайчик Степашка и любопытная сорока Каркуша, по-прежнему узнаваемые и любимые детьми всей страны. Сочинские ребята тоже не ложатся спать, пока не услышат от этой троицы очередную поучительную историю. Правда, сегодня встреча состоялась не на ночь глядя и не через экраны телевизоров. Голоса персонажей детской телепередачи пациенты детской больницы услышали вживую, ведь приехали телегерои со своими мамами – актрисами Натальей Голубенцевой и Галиной Марченко. С подобными благотворительными концертами они путешествуют по всей России. Я благодарю Бога, как и судьбу, и все на свете, что есть вот такое вот у меня подстарость дело, когда можно отдать часть души. Если любишь, если вот хочешь сделать добро, так это же и обратно бумерангом тут же возвращается, и они благодарны, и они получают это зерно доброты, и может быть даже и помогает им в извлечении. Кар-кар-кар, очень хочется поздравить вас всех с замечательными весенними праздниками, хорошего настроения вам всем. Стоит сказать, что подобные концерты проходят в рамках благотворительной акции «Мир без слез», организаторы которой приобретают для детских медучреждений необходимые лекарства и расходные материалы. В прошлом году в Даргородской больнице номер 9 было передано медицинское оборудование для проведения эндоскопических исследований. На этот раз это многофункциональные кровати для отделений анестезиологии и реанимации, куда дети порой попадают в коме. Ежегодно к нам поступает более 300 тяжелых детей в отделение реанимации, и приобретение многофункциональных кроватей поможет нам для ускорения лечения, избежать некоторых осложнений. Эти кровати, они необычные, они имеют многофункциональные режимы, которые могут легче переносить больным, тяжелым больным, которым необходимы различные движения, такие кровати, конечно, необходимы. Маленькие пациенты стали не только зрителями, но и участниками концерта. Ребята станцевали, рассказали стихи. А в конце каждый получил подарок для творчества с пожеланиями скорейшего выздоровления. У меня сахарный диабет и острый геморрид. Классный праздник. И подарки подарили, тоже классно. Это настоящие люди озвучивали это «Спокойной ночи». Значит, надо было у них автограф попросить. Мне понравилось, как куша там все смешно там делала. Я был рад увидеть «Спокойной ночи малыши». Мне понравился этот праздник. Я рада была увидеть героев и актеров. Я когда лежал, я не ожидала этого. Организаторов благотворительной акции и, конечно же, героев «Спокойной ночи малыши» ждут все детские больницы страны. Степашка с Хрюшей пообещали вернуться в Сочи через год. За это время медикам необходимо определиться с очередным, необходимым для лечения сочинских ребят, медицинским оборудованием.